Выход паводка на пик синоптики прогнозируют на начало недели. Тайфун Сулик, который обрушился на Приморье, привел к сильным подтоплениям в ряде муниципалитетов края. От ливневых дождей сильнее всего пострадали Уссурийск, Октябрьский, Михайловский и Надеждинские районы. Здесь введен режим чрезвычайной ситуации. На настоящий момент ситуация по паводку у нас на территории Приморского края складывается таким образом, что в трех муниципальных образованиях – это Уссурийский городской, Октябрьский муниципальные районы. По оперативным данным остаются потопленными 11 населенных пунктов, 213 жилых домов и 297 придомовых территорий. Кроме того, имеется 8 переливов через автомобильные дороги местного значения, которые привели к нарушению транспортного сообщения с населенными пунктами. По информации Примавтодора, в настоящее время нарушен проезд к 10 населенным пунктам. Прервано автомобильное сообщение с селами Линевичи, Михайловка, Корсаковка, Корфовка. Нет проезда к селам Крауновка, Кугуки, Яконовка, Пуциловка, Монакина, Богатырка. Затруднен проезд по дороге Уссурийск к пограничной госгранице. Здесь организованы лодочные переправы. На месте дежурят спасатели. Развернуты пункты временного размещения пострадавших от паводка. Установлен региональный уровень реагирования, то есть все к работам по ликвидации последствий черчайной ситуации привлечены не только силы и средства муниципальных звеньев Приморской территориальной системы РСЧС, но и региональные структуры, краевые. Более 40 тысяч человек в Уссурийске остались без электричества. Из-за сильных дождей и гроз на предприятии Дальневосточная распределительная сетевая компания 26 августа произошла авария. Высоковольтная линия отключена действием автоматической защиты. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Напомню, что на территории края прибыла группировка МЧС России, усиление, там мужский спасательный центр в количестве 70 человек, 30 человек, Дальневосточное региональное поисковое спасательное отряд с города Хабаровска. И работает аэромобильная группировка главного управления, специализированная пожарно-спасательная часть. Мы выделили 15 единиц пожарно-насосных станций. То есть, они все работают на территории города Уссурийска. В Михайловском районе, по последней информации, потоплены 56 жилых домов и 352 придомовые территории в пяти населенных пунктах. Затруднено движение по участку Михайлов-Катуре и Рог-Дубки. Очевидцы сообщают о затоплении угольного разреза в поселке Новошахтинский. Силами спасателя мужского центра на тех отрезанных населенных пунктах, где совсем невозможно проезд ни большегрузных, ни высокопроходимой техники, работают четыре лодочных переправы. Еще один серьезно пострадавший муниципалитет – Октябрьский район. По последней информации, здесь потоплено 68 домов. Переливы затрудняют проезд к нескольким селам. На месте организованы лодочные переправы. Для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории муниципалитета привлечена спасательная группировка в составе 36 человек и 12 единиц техники. В настоящее время у нас продолжает действие четыре пункта временного размещения. Это два в Уссурийском городском округе, в Михайловском районе один и один в Октябрьском районе. Но жители, как правило, отказываются от отселения из своих домов. В настоящее время у нас только на данный момент информация по Уссурийскому пункту временного размещения. Там размещено 21 человек. На дороге Шкотова-Партизанск поврежден автомобильный мост. Проезд транспорта не осуществляется. Объезд со стороны поселка Новая Москва. В пострадавших от паводка муниципалитетах уже начали работу комиссии по оценке ущерба, нанесенного стихией. Продолжает работу оперативный штаб по контролю за обстановкой при прохождении тайфунов. В пострадавших районах работают телефоны, по которым могут обратиться жители. Номера вы сейчас видите на своих экранах.